Теперь я вам хочу рассказать о логике распределения статической и динамической областей на страницах. Первым делом, еще раз напомним, любое изменение, создаваемое в статической области, приводит к перезаписи кэша. То есть, если у вас даже где-то меняется хоть одна буква, цифра в исходном коде HTML, контрольная сумма изменится, и происходит перезапись кэша. Если эти изменения у вас происходят на каждом хите, следовательно, у вас каждый раз происходит перезапись кэша в странице, и смысл композитного режима сайта теряется. Поэтому важно все такие области с изменяемым контентом выделять в динамические области. Например, у вас находится счетчик просмотров статей, имеет смысл добавить в динамическую область, так как в противном случае при любом просмотре статьи кэш списка статей будет сбрасываться, так как у нас хэш суммы изменится, и, соответственно, произойдет сброс кэша. Ну и также учитывайте, что для того, чтобы учитывалось, у нас также на данной странице должна быть динамическая область, которая, по сути, считает. Опять же, посмотрим на примере тиражного решения Битрикса. Цена. Имеет смысл добавить динамическую область. Вот у нас множество различных вхождений цены. Смысл есть в случае, если цена меняется в зависимости от групп пользователей, которые имеют право использовать композитный режим. То есть у нас есть типы цен, и они определены на определенные группы пользователей. Но при этом учитывайте, если у вас анонимным пользователям и группам пользователей, приравненным к ним в режиме композитного, показываются одинаковые цены, то смысла цену выносить в динамическую область нет. По умолчанию, конечно, цену, в принципе, надо выносить в динамическую зону, если вы не уверены. Потому что Битрикс в редакциях с типами цен позволяет эти цены назначать на различные группы пользователей. И вы не знаете, как администратор, соответственно, это все настроит. То есть оставляем динамики. Если же вы уверены, что на всем сайте цены одинаковые, не зависят от каких-то сторонних факторов, ну, кроме того, что цена, в принципе, изменилась, то в данном случае возможно сделать статикой. Цены закэшируют, страница закэшируется вместе с одной ценой, и все будет работать нормально. Но если только появится какая-нибудь группа, допустим, оптовики, для которой действуют другие цены, и которые имеют право просмотра композитного режима, композитный кэш у вас будет работать некорректно. Также корзина товаров наверху сайта. Обязательно нужно выделять динамическую зону. Мы можем выделить всю корзину в динамическую область, а в статике сделать подложку, где написать, допустим, корзину товаров. В противном случае, особенно если вот эта корзина у нас на каждой странице сайта, у нас будет происходить постоянный сброс кэша. Потому что корзина зависит от пользователя и от того, какие товары он туда положил. Соответственно, постоянный сброс. Причем пользователи первый хит, другие пользователи будут видеть кэш другого пользователя с пустой корзиной, или наоборот с отмеченным туда количеством товаров на определенную сумму, как в данном случае. Аналогично для блока, где показывается ссылка в IT, регистрация. А в случае, когда мы авторизованы, здесь показывается логин пользователя и ссылка в IT. Композитный режим не умеет работать до разных пользователей. Он создает один общий кэш. Соответственно, для всех пользователей, если мы добавим этот блог в статическую область, у нас он каждый раз будет перезаписываться после того, как кто-то авторизовался. Соответственно, ему вот эти админ в IT, логин в IT будут записаны. Потом человек вышел, снял авторизацию, ему будут записаны другие ссылки в IT, регистрация, и кэш каждый раз будет сбрасываться. Это неверно. Поэтому данную область также нужно выделить динамическую. Мы, например, можем в статику оставить в IT, регистрация. То есть, на секунду до загрузки второго хита, пользователь увидит эти ссылки, но потом увидит свой логин и кнопку «Выйти». Блог с телефоном и время работы. Обычно нужно включать статическую область. Но если у вас эти данные меняются в зависимости от каких-либо параметров. Например, от IP-адреса. То есть, у вас магазин работает на множество городов. И либо пользователь может руками выбрать, в каком городе он находится. Либо с помощью GeoIP. И ему показывается время работы и телефон ближайшего к нему магазина. Если это так, то эту зону также имеет смысл выделить в динамическую область. В противном случае, каждый раз для каждого магазина, выбранного и города, у нас GeoIP сбрасывается. Единственное, если у вас не сделаны отдельные адреса для каждого города и каждого магазина, и на одном и том же адресе показывается только один номер телефона. В таком случае смысла выделять в динамическую область нет. Во всех остальных, когда у нас на одном и том же урле, возможно, показаны разные телефоны, обязательно выделяем в динамическую область. А вот список новостей, никакого смысла добавлять в динамический кэш нет. Не стоит опасаться того, что вы добавите новость, а она у вас не отобразится, не отобразится задержкой. Как только вы измените, ну в данном случае, заголовок новости, изменится контрольная сумма контента. И уже на втором хите кэш обновится. И после второго хита пользователи увидят уже измененный контент. И еще хочу отметить про один нюанс. Поисковые роботы. Допустим, вы поместили, ну, допустим, вот эту область, как динамическую пометить. Поисковая машина с большой долей вероятности не увидит, не пронинденсирует динамический контент. Так он подгружается уже после отдачи страницы с помощью достаточно непростого JavaScript. И, соответственно, она, поисковая машина и поисковый робот, видят страницу сайта до загрузки второго хита. Поэтому вам контент, который важно, чтобы попал в индекс поисковой машины, нужно помещать либо в статическую область, либо как-то обыгрывать в заглушке динамической области, помещая необходимую диндексацию текста туда, но при этом который не будет постоянно меняться и приводить к постоянному сбрасыванию кэша. Допустим, если это динамическая информация, то вы можете сброграммировать таким образом, чтобы заглушка менялась с какой-то задержкой. Поисковые машины постоянно не индексируют ваш сайт непрерывно, поэтому если вы сделаете задержку день-два хотя бы, или даже больше, а актуальная информация у вас будет подгружаться уже в динамике, то ничего страшного от этого не произойдет, а поисковая машина все равно будет индексировать текст, который вы хотите, чтобы был проиндексирован. Продолжение следует...